Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Как можно понять, любит ли он меня или просто очень хорошо относится? Когда живете вместе, если он сам не говорит? Вот смотрите, здесь вопрос вызывает то, извините за тавтологию, почему вы сами пришли к этому вопросу. Как вы пришли к этому вопросу? Как для вас это стало важнее, чем то, что чувствуете к человеку вы сами? Здесь вопрос касается и самооценки, меня могут не любить, потому что со мной что-то не так. Здесь вопрос касается контроля, я должна удерживать человека, чтобы он меня любил, и как бы вот пока я удерживаю контроль, да, пока я контролирую, любит меня или нет, я как бы в безопасности. И конечно можно довольно много говорить о том, что вы чего-то боитесь, довольно много можно говорить о том, что вы чего-то опасаетесь, довольно много можно говорить о том, что вас, к примеру, да, что-то напрягает, довольно много можно обо всем этом говорить, но за этим всем забывается, как мне кажется, одна важная вещь, что вы не слышите и не выражаете себя, своих чувств, это первое. И второе, это то, что для вас это интереснее всего сейчас. То есть сейчас, на данный момент вам гораздо более интересно то, как человек к вам относится, любит ли он вас или нет, чем то, что чувствуете вы. Для вас более интересно то, что происходит с другим, нежели чем с вами. То есть вы как-то вот, получается, да, что свою жизнь ставите ниже, чем как бы жизнь другого человека. И интересуетесь жизнью другого больше, чем своей. И в этом смысле, если вы интересуетесь жизнью другого человека больше, чем своей, автоматически происходит такая история, что, ну, как бы, я же менее значимо, да. Или, например, я завишу от человека, например, ну, к примеру, да. И получается, что, с одной стороны, вы начинаете придавать излишнюю значимость другому. Излишнюю, это не означает обесценивание, это не означает того, что вам нужно там обязательно перестать там ценить своего партнера. Ни в коем случае. Просто большую значимость вы начинаете ему придавать. Это первое. И второй момент, это то, что к вам становится сложнее относиться, ну, как к равноправному партнеру. Именно по этой причине. Потому что чувствуется, что своей жизнью вы пренебрегаете. для другого, например, для другого или ради другого, не так это, не так это в данном случае важно. Ну вот. Пренебрегаете вы своей жизнью. Это чувствуется. И, соответственно, все. В общем-то. В общем-то, к вам действительно, ну, начинают относиться как-то не так, как вы этого, например, хотели бы. Вот. То есть одно, в данном случае, порождает другое. Отношение к себе порождает отношение другого к вам. По факту. И такой, такой замкнутый круг, с одной стороны замкнутый круг, с одной стороны, а с другой стороны, ну, как бы, вполне такая вот, на мой взгляд, закономерная ситуация, и вам можно и нужно это менять. Если вы не хотите жить, ну, как бы, вот, в таких условиях, да, ну, я думаю, например, что не хотите. Я думаю, что не хотите. Если бы, если бы, если бы хотели, да, или если бы вам это было неважно, ну, вряд ли, вряд ли вы бы обращались бы к нам за, за помощью. Вот. Поэтому, то, что происходит в голове другого человека, узнать нереально. Это я вам могу с уверенностью сказать, что невозможно узнать то, что, ну, то, что происходит в голове у другого человека. Вот. То, что вы, например, согласились жить с человеком, не зная до конца, как бы, любит он вас или нет, то есть, ну, не выяснив это. Это ваш выбор, это, ну, вот, в какой-то степени, да, ваше решение, это ваша позиция, хотите вы этого или нет. И за, ну, как бы, за свой выбор, конечно же, нужно отвечать. Вот. Вот, собственно, вы и отвечаете. Вот. Ну, да, вам не нравится. Да, вас не устраивает. Вот. То есть, вы-то, как бы, надеялись, да, получается, вы надеялись на то, что вам скажут, вы надеялись на то, что вас, ну, полюбят, например, ну, допустим, со временем, вот, человек вам не говорит, потому что, зачем, и у вас такое состояние неопределенности получается. И, конечно, в этом смысле вам, ну, вам не позавидуешь, в этом смысле. Вам действительно тяжело. Особенно, ну, как бы, если вы, там, грубо говоря, не можете на себя, допустим, опереться. То есть, ну, если вам, вот, в силу ряда причин, да, на себя опираться как-то, вот, непривычно тяжело и трудно. Вот. Наконец, последнее. Обратите внимание, если вы во главу угла ставите не то, как вы относитесь к человеку и что вы чувствуете к человеку, а то, как он к вам относится и что он к вам чувствует, то можно, конечно, только в этом смысле предполагать, как вы относитесь к данному человеку, как вы данного человека воспринимаете, как вы его видите. Вот. И, честно говоря, это немножечко смущает. Смущает то, какого качества отношения вы выстраиваете таким образом. Смущает то, что между вами и таким, ну, и таким человеком, да, общего, в принципе, может быть. Понимаете, да? То есть, как бы, это все вопросы. Это все вопросы, на которые вам нужно, нужно найти ответ. А чтобы это сделать, на мой взгляд, вам необходимо, конечно, заняться психотерапией. И, как бы, ну, учиться, да, вот, ну, в известной степени учиться говорить о том, что вас волнует. Учиться говорить о своих, ну, переживаниях, учиться говорить о своих эмоциях, учиться говорить о своих чувствах, вот. Не конфликтно, не конфликтно, бесконфликтно это делать. Без конфликтно. Вот. То есть, без претензий, да, там, скажи мне, как ты ко мне относишься и так далее. Ну, без требований, как бы, потому что, ну, требования, они ни к чему хорошему не приводят. Никогда. Никогда. К... ну, к сожалению. Ну, на мой взгляд, к сожалению, да, вы можете, в принципе, щипять так, как считаете вы, но, на мой взгляд, да, требование ни к чему хорошему не приводит никогда. Вот. То есть, в принципе, здесь вы говорите о чем? Здесь, в принципе, вы говорите о своих тревогах, да? А вдруг человек со мной в отношениях находится, меня не любит и там, например, просто меня, допустим, используют. И здесь сразу же, получается, встает такой интересный вопрос. Вот. Что я зря на него, вероятно, тратил свое время. Понимаете, да? То есть, это вопрос про ваше желание тратить время на... человек. Понимаете, да? Какая интересная получается штука. То есть, вы приходите в отношения, предполагая, что не будете тратить свое время впустую. Вы приходите в отношения, предполагая, что, ну, как бы вот, что все будет у вас как-то вот под контролем. А отношения раз и взяли и решили по-своему. Вот. И это тоже нормально. А вы оказались не готовы к тому, что вот вышло. Так, как вышло. И теперь не знаете, как реагировать. И последний момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Это актуально только если вы, к примеру, будете предельно к себе честны. Я думаю, в глубине своего сердца, вы знаете ответ на вопрос, любит ли человек вас. Но вы, эм... Вы, эм... Себе в этом не признаютесь, вы хотите подтверждение. Я думаю, так же, что вам весьма полезно было бы задаться вопросом. А если он ко мне просто хорошо относится? Что тогда? Ну вот, что тогда, если он ко мне просто хорошо относится, что я буду делать? Тогда, да? Вот попробуйте себе на эти вопросы для начала ответить. А дальше уже можно будет о чём-то говорить. Попробуйте подумать об этом. И дальше уже можно будет, ну вот, куда-то двигаться. Я имею ввиду, допустим, нам с вами, к примеру. Если ваш молодой человек считает, например, что вот то, что он не признаётся, допустим, вам в любви, если ваш молодой человек считает этой проблемой сам, то вам в таком случае можно вдвоём обратиться к психологу и вдвоём, ну как бы, поработать. С этим. Понимаете? То есть, может быть, лучше узнать друг друга. Может быть, лучше, ну, лучше понять друг друга. Ну, постараться, по крайней мере, да? Ну, постараться, по крайней мере, да? Разобраться в себе и в другом. То есть, такие вот вещи, которые может сделать семейный психолог, да? Допустим, ну, на терапию пары, вот, вполне себе провести, вполне себе так вот, ну, конструктивно, да, провести, вот. И ничего в этом плохого, постыдного нет. Отношения спасёте, ну, в смысле, не спасёте, конечно. Вот. Имеется в виду, отношения не потеряете, вот, и в целом лучше себя будете чувствовать. Вот. Ну, конечно, для начала имело бы смысл поработать вам, ну, как бы, с собой, да? Вот. И для начала имело бы смысл, конечно, вам в себе разобраться, вот. И увидеть, ну, по крайней мере, попытаться увидеть, какие всё-таки проблемы есть лично у вас. То есть, лично у вас какие трудности. Вот. Чтобы, чтобы хотя бы, ну, отделить одно от другого. Вот. Чтобы хотя бы не смешивать одно с другим. Вот. На мой взгляд, сейчас вы делаете именно это. То есть, вы, ну, смешиваете, вот, например, свою тревожность, да, неуверенность, допустим, в себе, с тем, что мужчина вам, там, гипотетически должен что-то сказать, да, и так далее. Вот. Ну, вообще-то, молодой человек не обязан вам говорить о своих чувствах, если он этого не хочет. Вот. Как, в принципе, вы не обязаны с ним жить, если считаете, что совместное проживание без, там, признания в любви, да, ну, для вас неприемлемо. Ну, это всё ваша позиция, понимаете? То есть, это всё, ну, позиция ваша, она зависит от вас, она не зависит от другого человека. А, ну, сейчас такое ощущение, такое впечатление складывается, что вообще-то зависит. Вот. И в этом основная беда, что, вот, в какой-то момент, да, вы поставили, ну, просто поставили себя в зависимости от другого. Вот как-то, как-то так, как-то так. Такая какая-то картинка получается на данный момент времени. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью, обращайтесь вместе с молодым человеком. Всё у вас будет хорошо.